По словам Акима города Ермака Салимова, на сегодняшний день основной акцент в семье делается на строительство и обеспечение горожан собственным жильем. Сейчас в городе ведется активное строительство как многоквартирных, так и частных домов. Кроме того, весной планируется начать строительство ледового модуля. В основном строительство развернулось в микрорайоне Харагайла. Здесь уже сданы в эксплуатацию 23 многоквартирных дома. Среди них есть как арендное жилье для очередников, так и приобретенное. Сейчас ведется строительство еще 32 объектов, которые будут сданы в следующем году. Также на частные инвестиции здесь возводятся 6 домов. В планах продолжать активное строительство жилья, но уже с условиями, что оно будет в собственности горожан. Упор больше будет делаться теперь не на то жилье, на бесплатное жилье. Бесплатное, сами понимаете, и отношение совершенно другое. Поэтому мы несколько делаем направление на то, чтобы все-таки надо приобретать это жилье, быть собственником этого жилья, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Это и уход, это и право распоряжения этой квартиры, где-то продать, где-то подарить, чего не было по отдельной категории. Это то жилье, так называемое арендное жилье без права выкупа. Этот год все же завершает задачей еще трех арендных домов в микрорайоне Карагайла для многодетных семей, детей-сирот и малоимущих граждан, стоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда. Здесь же весной планируется начать строительство ледового модуля. В данный момент проект готов и прошел экспертизу. В него вошли два хоккейных корта с вместимостью до 500 зрителей, легкоатлетический манеж и еще ряд видов спорта. Сегодня упор делается на то, чтобы это средство развивалось именно здесь, в микрорайоне Карагайлы. Вы видите, что строятся дороги, строится социальная инфраструктура. На следующий год мы начнем строить ледовый дворец, буквально здесь рядом. Вся необходимая документация у нас уже имеется. На следующий год также планируется активно развивать так называемую программу одноэтажного жилья. Его можно будет приобрести по государственной программе «Нурлажер». Завершили обеспечение инфраструктурой, это вода и электроэнергия, двух наших крупных микрорайонов. Это Комсомольский Ушахтар. И там будем строить одноэтажные дома. Значит, мы уже в этом году 10 домов построили. На следующий год есть договоренность на строительство 125 и 200 домов в данных районах. Сейчас на получении земли для строительства жилья стоит 24 тысячи человек. Платежеспособные горожане смогут приобрести сразу готовые дома посредством государственных программ.